И всем привет, ребят, с вами Строманки, сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, и сегодня мы вместе с вами обсудим тему уже ближайших новогодних скидок. Сегодня разберем два предыдущих года, что же у нас было по скидкам в предыдущие года, ну и также вангонем, предскажем, обсудим, ну и решим, что же у нас будет в этом году по скидкам, какие у нас могут быть ивенты дополнительные, какие дополнительные может быть супермиссии и бонусы, потому что у нас на Новый год постоянно что-то интересное появляется, и в комментариях вы также выскажите свою точку зрения, связанную с новогодним ивентом в нашей игре, который уже должен стартовать в конце этой недели, ну а если вам эта тема нравится, если вам нравятся новогодние ивенты и вы его ждете, то обязательно поддержите данный видос лайком, ну и конечно же не забывайте подписываться на канал. Начнем мы сегодня все дело с просмотра Нового года, который был у нас в 2020 году, нас конечно же интересуют в первую очередь скидки, и скидки у нас что в 2020, что в 2021 были все постепенные, каждый день на какие-то определенные предметы, то есть например сначала у нас с 26-го были скидки на магазин, потом скидки на пушки на корпуса, потом на модули на дроны, потом на краски, потом на припасы и батарейки, и все закончилось со скидками на как раз таки улучшение и их ускорение. Скидки в 2020 году на все были 50%. В 2021 году было немножечко пошире все дело связанное с скидочками, и здесь у нас отдельно были пушки, отдельно корпуса, отдельно магазин, отдельно дроны, модули, устройства, краски, припасы и батарейки вместе, и скидки на улучшение и их ускорение 50%, то есть у нас был еще один дополнительный день скидочек. В принципе в этом году у нас также есть возможность начать все скидки с 23-го числа, соответственно у нас на скидке тогда будет целых 9 или даже 10, 9, нет, вроде как 9, 9 дней, и тогда каждый день у нас будет скидка на какой-то определенный предмет, как это сделано было в прошлом году. Скидки, я думаю, что будут также 50%, но вот что касаемо скидок на улучшение, будет ли 50-70 или будет 50-50, больше конечно я склоняюсь к тому, что здесь ничего меняться не будет, и скидочки у нас будет 50 и 50 на ускорение, но в теории мы шансик все равно оставляем на то, что могут появиться скидончики 50-70, которые я лично бы очень сильно хотел бы видеть. Что касаемо спецрежимов, то в 2020 году у нас были спецрежим «Каждый сам за себя» с тремя картами, это был первый, и второй был «Джаггернаут» с тоже тремя новогодними картами, то есть по сути все было связано, а даже три у нас было «Каждый сам за себя» режима, только один был «Каждый сам за себя» режим, только с «Джаггернаутами», то есть по сути было три ивента с повышенными шансов выпадения голдами, ну и в целом было прикольно. В 2021 году у нас были также сама ДМка, «Соло Джаггер» и еще одна ДМка. В принципе, я думаю, что в этом плане ничего у нас в этом году тоже не поменяется, также сама будет ДМочка. А, нет, у нас даже здесь был командный бой, у нас же «Снеговики» были, точно, 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 у нас были вот эти вот там пулялки такие были через карту, а потом у нас только был «Соло Джаггернаут» и «Каждый сам за себя». Надеюсь, что в этом году никаких вот этих вот «Снежков» не будет, потому что, в принципе, для меня я считаю, что это, ну, не суперинтересно, а вот если у нас просто будет три ДМки и одна ДМка с «Соло Джаггером», то, в принципе, это будет выглядеть очень и очень даже интересно. В принципе, именно так я бы хотел лично видеть праздничные режимы, которые могут уже совсем скоро как раз-таки появиться. По спецухам были ежедневные танкойны, они, в принципе, и в этом году тоже будут. Вот спецушки с определенными названиями «Шок Санта» и «Радостная Радость», ну и «Рождественское чудо», которое я тоже думаю, что в этом году появится, чудо со скин-контейнером. В прошлом году она вызвала много, да даже не то, что много, бурю, бурю эмоций. И связаны они были все с тем, что цена на этот скин-контейнер была чересчур сильно завышена, и никто не мог предположить, что именно столько он будет стоить. Если в этом году скин-контейнер появится, то я надеюсь, что он будет хотя бы продаваться за какую-то адекватную цену, а не за 35 тысяч танкойнов, потому что в прошлом году это выглядело прям супер безумно. Ну и спецухи здесь с ультра-контейнерами. Одна спецуха со 150 ультра-контейнером, вторая спецуха с 10 ультра-контейнерами и дополнительными припасами. Соответственно, в 2020 году что у нас было по спецухам? Спецушки с танкойнами у нас не было. Был спецпак с скинами, еще одна пачка со скинами, и был еще новогоднее желание, хт-контейнер, скин-контейнер, 20 контейнеров, 21 контейнер. Интересно, это такая была спецушка, действует для браузерной мобильной версии игры. То есть, в принципе, есть вариант, что вообще у нас появятся какие-то новые интересные спецухи. Если вот, например, у нас будет что-то связанное с такой спецухой, там с контейнерами, какими-то скин-контами, то это выглядит будет точно прикольненько. Ну и еще вот была спецушечка с голдами. Золотой ящик, нефигаси, 2021 золотой ящик. Но это жестко, это очень-очень жестко. Дальше, дальше, а вот еще у нас были тоже тут такие специальные предупреждения, Дальше, что касаемо скидок, то, ой, скидок говорю, фондов и опыта, то 100% все будет повышено, но я думаю, что не будет оно увеличено на весь праздник, как это было в 2020 году. В 2021 мне кажется, что там уже было все увеличено. А нет, тоже на весь ивент, да? Извиняюсь, если на весь ивент, и если на весь ивент у нас будет увеличен опыт и фонд, то есть возможность очень неплохого фарма. И в теории есть шанс такого события. Если реально будет не только пятница, суббота, воскресенье, а будет увеличены фонды и опыт на протяжении всего празднования, то это будет выглядеть очень и очень круто. Также, понятное дело, что есть вариант с возвращением легендарных коинбоксов, которых уже давным-давно не было. К этому ивенту все это будет приурочено. Ну и большое количество дополнительных спецпредложений, спецпредложений, спецмиссий тоже у нас появится. Что в один год у нас, в 2021 были, что в 2020 тоже все эти ивенты, все спецмиссии у нас появляются. Также, также у нас на протяжении уже какого года дополнительно появляются миссии с просто сбором дополнительных предметов. То есть, у нас, я помню, было 20 вроде дней, или сколько там надо было собирать просто каждый день дополнительные награды, и по итогу можно было сверху получить 2020 вроде как танкойнов. И в следующем году тоже что-то подобное было. То есть, возможно, сделают и в этом году тоже дополнительную формилку, связанную просто с сбором предмета со специальной миссией. То есть, вам не надо будет играть дополнительно, вам надо будет просто зайти и забрать заданку. Если вы на протяжении всех игровых дней, пока идет ивент, забираете эту заданку, то по итогу вы дополнительно еще получаете какой-то приз. Хотя, у нас, в принципе, и так уже было довольно большое количество компенсаций в последнее время. И есть все-таки, ну, минимальные шансы того, что могут такие заданки не появиться. Но мы все равно сохраняем шанс того, что эти задания могут появиться, и мы дополнительно получим еще хорошую пачечку дополнительных наград и халявочки. Вот, например, была. Мы запускаем очень приятную миссию. Забери все подарки. Выполнить все 17 миссий подарок. И получишь сверху 2022 танкоина. Вот такую вот миссию должны, в принципе, делать и в этом году на новогодний и рождественский ивент. По крайней мере, я надеюсь, что это будет все дело работать. Но в подарки в прошлом году, например, надо было не просто забрать подарок, а надо было еще и один бой выиграть в матчмейкинге. И просто дополнительно ты тогда получал еще по контейнеру. То есть на протяжении 17 дней тебе надо было выиграть по одному бою. И тогда дополнительно можно было заработать 2000 танкоинов. В принципе, что-то подобное. Я думаю, что в этом году тоже должно появиться. В принципе, наверное, по всем параметрам и по всем моментам мы вместе с вами прошлись. Все самые главные события, которые будут, я вроде как огласил. Вроде как ничего не пропустил. Поэтому пишите, что вы думаете по поводу нового года, Рождества в нашей игре. Ждете ли вы эти замечательные скидки, эти ивенты? Ну и напишите в комментариях, согласны ли вы с моей точки зрения, связанные со скидками. То есть все будет ли так. Либо у вас может быть есть какая-то своя точка зрения по этому поводу. И вы немножечко по-другому видите эти скидочки, которые у нас будут в игре. Обязательно поддерживайте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и конечно же не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунте кемо личный тег это Тег Тимпо. Установите его, поддерживайте меня. И участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Вся информация по розыгрыше есть в описании. И уже на этих выходных будут итоги этого замечательного розыгрыша. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok